На мой взгляд, Россия, наверное, не будет особо спорить с вопросом этих извинений. Наверное, они просто так это оставят. Может быть, там какие-то пропагандисты российские будут слюной брызгать, говорить, что нет, никаких там извинений не было. Так, Интерпол, давайте, наверное, посвятим тогда этому вопросу немного времени, так как он реально очень важный. Еще одна очень важная новость, которая пришла сегодня, буквально только что, на мой взгляд, она очень важная, это информация о том, что состоялся разговор телефонный Путина с премьер-министром Израиля, и канцелярия премьера-министра Израиля заявила о том, что Путин принес извинения за высказывание Лаврова. А я напомню, что Лавров высказал мнение, что Гитлер имел еврейские корни, и что-то такое, это очень сильно возмутило еврейскую общественность. Сразу было на самом высоком уровне было требование принести извинения за эти слова, вызывались послы. И вот, значит, состоялся разговор, и по итогу израильская сторона заявляет, что извинения Путиным принесены, российская сторона просто оповещает, что состоялся разговор, никаких упоминаний и извинений здесь, конечно, нет. И это мне очень напомнило ситуацию 2016, конца 2016, по-моему, да, года, начало 2017, когда был сбит российский самолет в небе над Турцией, а упал он уже в небе над, точнее, упал он уже на территорию Сирии. И тогда, ну, это очень был серьезный такой инцидент отношения, российско-турецкие отношения просто вмиг были разрушены. Значит, турков стали преследовать помидоры, турецкие сразу попали под запрет, значит, эмбарго. В общем, был серьезный накал, даже митинги в Чечне были, Кадыров что-то говорил, это наш самолет, они сбили, почему они наш самолет. Но потом, и разумеется, тоже было требование извинений у турецкой стороны. Турецкая сторона заявляла, что извиняться не намеренно, так как было нарушено воздушное пространство, были предупреждения, не отзывался, значит, сбили все по правилам. Но в итоге произошло то, что Эрдоган написал письмо Путину, и российская сторона тогда заявила, что Эрдоган принес извинения в этом письме, а турецкая сторона ничего про извинения не упоминала. Но поставить точку в этом конфликте было в интересах обеих стран, поэтому далее без каких-либо... То есть Турция не стала как-то особо спорить с Россией, типа нет, мы вам там ничего не приносили, никаких извинений, ничего вы там придумываете, ничего подобного не было. Просто здесь не стали подтверждать принесение извинений. Там об этом заявили, в принципе, это то, что ожидалось российской общественностью, и поэтому все как бы довольны остались вот в этой ситуации, и этот конфликт, как вы знаете, он был исчерпан. Отношения российско-турецкие, наоборот, как-то стали развиваться в очень положительном направлении, и они до сих пор остаются на хорошем таком уровне. Эрдоган выступает посредником во многих вопросах, даже в вопросах войны России с Украиной. Вот мне кажется, что сейчас с Израилем такая же ситуация. Обострение этого конфликта абсолютно невыгодно ни России, ни Израилю, это не нужно. Поэтому, на мой взгляд, Россия, наверное, не будет особо спорить с вопросами этих извинений. Наверное, они просто так это оставят. Может быть, там какие-то пропагандисты российские будут слюной брызгать, говорить, что нет, никаких там извинений не было. Но официально, я думаю, Кремлю не нужно это сейчас нагнетать. Но всегда помните, когда я что-то такое вам говорю, что я не мастер делать прогнозы, поэтому все возможно. Но эта ситуация мне просто напомнила то, что было тогда с Турцией. И вот сейчас нечто подобное. Израиль заявляет об этих извинениях, Россия их не подтверждает, но и не спешит с тем, чтобы это опровергать. И я думаю, что это ситуация, которая устраивает обе стороны. Так, Интерпол. Давайте, наверное, посвятим тогда этому вопросу немного времени, так как он реально очень важный. Сейчас многие... Во-первых, смотрите, в результате работы, которая была проведена Вайфондом и были сняты с Интерпола уже десятки людей. Разумеется, об этом стало известно. И многие заинтересовались темой, те люди, которые не по праву находятся в розыске по линии Интерпола. И второй фактор, это начавшаяся российско-украинская война. То, что весь мир сейчас по-другому посмотрел на Россию, как на агрессора. И это тоже дает шансы на протестование, преследование со стороны России. В общем, это заинтересовало очень многих людей. И это правильно. Действительно, сейчас есть очень серьезные большие шансы. Гораздо больше этих шансов, чем они были, когда бы то не было. А протестовать эти решения и снять себя с Интерпола. Но только в том случае, когда ваше преследование неправомерно. Если вы реально преступник, вы что-то украли, вы кого-то убили, кого-то ограбили, то есть вы действительно совершили преступление и вас разыскивают по линии Интерпола, то здесь не стоит надеяться на то, что сейчас просто из-за того, что Россия напала на Украину, вас просто возьмут и снимут с розыск. Конечно, нет, такого не будет. Но если вы преследуетесь неправомерно, если вы были участником войны, вы защищали свою родину, вы, допустим, воевали в Российско-Чеченской войне, воевали против России, и они там обвиняют вас в участии в анформировании, в терроризме, или вообще там повесили на вас какие-то иные уголовные дела, но преследование ведется исключительно по политическим, религиозным или иным мотивам, то в этом случае, да, вы имеете все шансы на то, чтобы вас сняли, и вы должны этим заняться. Что вы должны сделать? Вы должны обратиться в секретариат Интерпола с заявлением о том, чтобы вас сняли с розыска. Разумеется, это делается не просто так, то есть вы не пишете туда, привет, я такой-то, снимите меня, пожалуйста, с розыска. Нет, вы должны дать исчерпывающее обоснование своего запроса, то есть вы должны прям с первого же этого письма, вы должны доказать Интерполу, что Россия вас разыскивает, преследует вас неправомерно, что уголовное дело в отношении вас сфабриковано, что вы не причастны к тому, в чем вас обвиняют. Для того, чтобы это сделать, вы, конечно же, должны немножко проанализировать свое дело, разобраться, в чем вас обвиняют, какие-то контраргументы документально, разумеется, предъявить, и отправить это все в этот секретариат. Как правило, мы сами не готовы проделывать такую работу, у нас не бывает опыта, поэтому здесь нам нужны профессионалы, которые профессионально занимаются этой деятельностью, адвокаты или правозащитники, имеющие опыт общения с Интерполом. Благо, такие имеются. Здесь я, конечно же, могу сразу выделить Вайфонд, который этим занимается, но я знаю, что Вайфонд объявил о некой паузе, принятии дел, так как у них завал сейчас, и они на все лето, они взяли тайм-аут, чтобы разобраться с теми делами, которые у них уже находятся в производстве. Поэтому сейчас к ним обращаться, наверное, нет смысла, но, наверное, к осени можно обратиться к ним. Они уже проанализируют ваш кейс, посмотрят, есть ли смысл в вашем деле вообще обращаться, есть ли у вас доказательства своей невиновности, либо необоснованного преследования со стороны России. В общем, там уже пойдет какой-то процесс. Но это не значит, что там только Вайфонд этим занимается. Конечно же, есть и другие просто адвокаты, которые могут в этом вопросе помочь. Конечно же, в большинстве случаев это будут наверняка платные услуги, в отличие от Вайфонда, который предоставляет эти услуги бесплатно. В общем, широта выбора здесь, наверное, все-таки есть. Вам просто нужно будет поинтересоваться, найти, если вы не хотите ждать, то найти адвоката, который бы подал от вашего имени этот запрос. То есть, представлял бы ваши интересы в Интерполе. Это, значит, был ответ на вопрос, как это сделать. А как я себя снял? Ну, в принципе, так и снял. Я на тот момент связался с адвокатом, с очень грамотным адвокатом, который подал все эти необходимые документы. Мы доказали Интерполу, что я не причастен к тому, в чем меня обвиняют. А меня обвиняли в том, что я уехал в Сирию, примкнул там к группировке «Исламское государство» и участвую там в боевых действиях на территории Сирии. Мы в легкую доказали, что я никогда не был в Сирии, что я вообще не причастен к этой организации ИГИЛ и никогда никаких боевых действий не участвовал и участвовать не собирался. Поэтому меня, разумеется, сняли с розыска. Был еще один запрос от России. Они вот сейчас недавно хотели меня снова объявить в розыск уже по новой статье. Это статья 205.2 Публичное оправдание терроризма, публичные призывы к терроризму. Но Интерпол уже как-то по-другому отреагировал. Без какого-либо доверия к России отреагировал на этот запрос. Мне прислали письмо от Интерпола. Мы, разумеется, дали свои пояснения. В общем, этот запрос не был принят. Мой опыт с Интерполом печальнее. Два раза снимали и оба раза РФ закидывала снова. Как-то так. Вообще, как правило, если тебя один раз сняли с розыска и после этого тебя снова пытается эта же страна объявить, то Интерпол уже автоматом тебя не объявляет. То есть в этом случае они смотрят, ага, этого человека мы уже снимали, то есть его обращение было удовлетворено, значит это требует дополнительной проверки. И они, как правило, направляют письмо к этому человеку и здесь очень важно, чтобы он либо жил по тому же адресу, либо тот, кто живет по этому адресу мог с ним связаться. То есть если он поменял, например, место жительства, то у Интерпола не будет этой информации, они, конечно, на старый адрес пришлют. Здесь важно, наверное, все-таки переписываться от имени адвоката, чтобы всегда было куда прийти этому письму. В общем, они присылают вот это вот письмо и просят твои комментарии, то есть они спрашивают, хочешь ли ты что-то сказать по этому поводу. И здесь, конечно, если у тебя есть что по этому поводу сказать, то лучше, конечно же, написать, дать какие-то разъяснения. Я могу сказать, что Интерпол – это одна, наверное, даже не одна, это самая адекватная организация, государственная, из всех, с кем я сталкивался. Реально очень адекватные люди, действительно непредвзятый подход, справедливый. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ